приветствую всех любителей рукоделия а в особенности любителей лоскутного шитья с вами лариса и вы у меня в гостях на канале ларин фонарик у меня очередной мастер-класс в рамках проекта patchwork шаг за шагом второй сезон в котором мы с вами шьем лоскутную деревеньку лоскутные домики с различными блоками внутри так как проект авантюрный никто не знает какой блок будет следующим и сегодня я презентирую вам новый блок блок номер 10 это вот такой вот блок корзиночка корзиночек существует огромное множество на базе 16 квадратов на базе 25 квадратов и и и и того больше еще дальше до 36 и так далее ну вот я выбрала корзиночку как так как у нас блок все-таки все блоки нашем проекте я стараюсь выдерживать в рамках 16 квадратов и вот такую вот корзиночку я в этот раз решила с вами шить надеюсь блок понравится как вы видите один блок я уже шила один мы будем шить вместе с вами этот блок 6 дюймовый на данном этапе он сейчас у меня 6 половиной дюймов я опять-таки шила пробный блок потому что мне надо было проверить свои размеры правильно или я рассчитала здесь довольно сложный вот эта вот деталь будет но мы же с вами не ищем легких путей мы же стараемся немножечко усложнится в наших навыках и приобрести новые поэтому я решила взять вот такой блок которым какие-то детали нам уже известны такие как треугольник пол квадрата вот такие детали мы с вами уже шили с одним уголком фоновым но вот а сегодня основной основной моей целью было с вами собрать вот этот вот нижний левый квадратик я отшила подкорректировала размеры и сейчас мы с вами будем шить маленький блок но в принципе принцип сборки тот же самый размеры вы видите давайте я на секундочку оставлю в покое вот так вот схемку переписывайте размера и приступим итак я раскроила давайте рассмотрим деталь а детали а у нас две это обыкновенные квадратики фоновые в данном случае вот такие такого же размера у нас будут фоновые квадратики в но с расчерчены диагональю мы их будем пришивать прямоугольником d то есть вот этим уже цветным прямоугольником они у нас будут б и d в паре дальше рядом с детальками а у нас находятся детальки треугольник пол квадрата это в раскрое два квадрата мы уже знаем чтобы получить два две детали треугольник пол квадрата нам необходимо выкроить два квадратика одинакового размера один из фоновой ткани один из цветной я уже вот вам начертила я канал и линии по которым будет прокладываться строчка а по средней линии мы будем после этого разрезать это у нас уже знакомая процедура а помимо этого к детальки db будет пришиваться деталька г она у нас тоже фоновая то есть тоже прямоугольники такие же прямоугольники как деталька d только из фоновой ткани давайте чуть-чуть вот так подвину дальше идет самая сложная деталь она у нас состоит из квадратика f из двух треугольников я эти треугольники мы получаем в раскроем схеме посмотрите раскрою я вам даю детальку квадрат е и вот таким значком показываю что надо эту деталь разделить пополам то есть вот таким образом просто режем по диагонали и обе детальки нам будут нужны в данном случае мы остаются у нас одна деталь деталь х это треугольник он у нас тоже получается в результате разрезания по диагонали квадрата размеры также вы найдете в схеме да вот ха ха и тут я вам показываю что нам нужно будет только одна часть то есть вторая часть у нас откладывается для каких-то следующих проектов то есть берем квадрат разрезаем пополам и берем оставляем всего одну деталь в данном случае нам нужен всего один треугольничек вот такой вот раскрой еще раз давайте посмотрим как это все будет выглядеть в готовом блоке и начнем мы с вами шить с треугольников пол квадрата знакомая нам процедура как я уже сказала идем строчим разрезаем и по после того как мы разутюжили наши треугольники в пол квадрата естественно мы их подравниваем обратите внимание что швы при пуске нашего я заутюживаю на фоновый треугольник это важно для того чтобы в последующем нам легче было работать и так подравниваем до размера если вы как и я шьете 4 дюймовый блок то до полутора дюймов если вы шьете 6 дюймовый блок значит подравнивайте до до размера 2 дюйма как и в прошлые разы после того как наши детали подравнены можно их укладывать так как на схеме добавляя к ним квадратики фоновые а вот таким образом и мы уже можем собирать верхний правый верхнюю правую четверть нашего блока то есть попарно сшиваем два квадрата и потом соединяем их между собой для того чтобы у нас получился получилась сборка в замок в обеих случаях заутюживаем припуски на обеих парах на фоновый квадрат вот таким образом заутюживаем на фоновый квадрат обе пары и так как припуски смотрят в разные стороны сводим наши детали замок обязательно смотрим сравниваем правильно ли мы совмещаем ни в коем случае не наоборот вот таким вот образом совмещаем наши детали вот здесь вот в замок и прокладываем строчку несмотря на то что мы швы сводим замок нам так легче шить швы я рекомендую после того как шили разутюжить потому что детальки крошечные можно сказать вообще ювелирная работа да по сравнению вот смотрите мне большой блок и маленький блок то какая разница но даже и большом блоке я тоже разутюживала потому что таким образом во первых когда мы потом будем сострачивать детали вместе нам видно вот этот вот уголок через который должна пройти строчка плюс не будет такой сильной толщины здесь и так эта деталь у нас готова давайте попробуем выложить блок уже по схеме чтобы я рекомендую это сделать для чего для того чтобы сейчас мы будем подготавливать детали db и нам важно определиться в какую сторону у нас будет скос это важно для этого нам обязательно нужно необходимо разложить наши детали в данным в данной в левой верхней части на скос идет от середины к середине правой стороны среди ни с от середины верхней стороны до середины правой а на правом нижнем на правой нижней детали в сторону то есть в зеркальном отражении вот таким образом и будем сейчас прокладывать строчку обязательно это сделайте не делайте на глаз иначе запутаетесь и придется вам потом пороть продолжаем раскладывать дальше да вот таким образом сразу уже разложу для вас чтобы было понятно что и как вот эти детали пойдут так и вот этот треугольник пойдет итак у нас начинаем с детали дб прокладываем строчки после того как проложили строчку обрезаем лишнее меняюсь шумлю тут вот таким образом лишний уголок обрезаем на обеих деталях и так обязательно следим чтобы припуск было 1 4 и заутюживаем припуски на большую деталь на цветную деталь это важно да вот таким образом на обеих деталях делаем таким образом возвращаем детальки на место и теперь смотрим каким образом таким образом пришить детали г вот эти детальки каким образом то есть ни в коем случае не перепутать местами до него таким образом а так как у нас находятся они блоки так здесь вот так после так того как пристрочили детальки г заутюживаем припуски в данном случае припуски заутюживаться в разную сторону то есть на нижней нижней правой детали заутюживается на фоновый прямоугольник а верхней левой детали наоборот на цветную на цветную сторону на на более сложную деталь это нам нужно для того чтобы на потом у нас вот здесь вот когда мы будем собирать блок чтобы вот здесь вот легче нам было стыковать в замок да это важно на это обратите внимание еще раз на этой детали на сторону фонового в этой детали на цветную все эти детали у нас подготовлено осталось нам собрать только нижний левый угол для этого берем детальку f ней вот так вот как они лежат а берем треугольник совмещаем прямые углы прямой угол на квадрате и прямой угол на треугольнике вот таким образом и прокладываем строчку вдоль этих срезов вот таким образом заутюживаем припуск на треугольник теперь берем второй треугольник опять-таки совмещаем прямые углы на квадрате и прямоугольники и прокладываем строчку вдоль вот этого вот среза перпендикулярно предыдущей строчки вот таким образом с припуском 1 четвертая дюйма обязательно выдерживаем припуск этот уголочек кстати можно уже обрезать давайте сейчас обрежу вот так вот по прямой и тогда будет удобно строчить лапкой без ограничителем обращаю ваше внимание что строчка должна прийти как раз вот в этот прямой уголочек который получается у нас при скрещивании да прям вот строчка приходит в этот угол вот так вот смотрим куда нам заутюжить припуск припуск заутюживаем на вот эту вот сложную деталь вот таким образом и после заутюжки нам надо будет подровнять эту деталь каким образом мы эту деталь подравнивая нам необходимо подровнять деталь так во первых выкладываем ее по какой-нибудь направляющей то есть на вашей разметке на коврике на любой прямой угол совмещаю вот эту вот жирную линию с линией так чтобы она проходила через диагональ квадратика метку одна четвертая дюйма совмещаем с точкой пересечения самим углом квадратика и подрезаем припуск так чтобы у нас остался припуск смотрите от вот этой точке угла квадрата до среза полтора дюйма обязательно они полтора четверть дюйма извиняюсь одна четвертая дюйма берем детальку х наш треугольничек и складываем по гипотенузам до складываем между собой он у нас немножечко получился больше чем деталь фе я очень тяжело подогнать прям точно точно подобрать размер я подумала что лучше на одну восьмую дюйма пусть он будет больше для подравнивания чтобы у нас был запас чем не хватит поэтому вот он немножечко больше поэтому его так центруем чтобы он у нас по центру с двух сторон расстояние было одинаковое и прокладываем строчку одна четвертая дюйма вдоль наш по нашей диагонали получаем вот такую картину припуске заутюживаем туда куда они просятся они в моем случае просятся на фоновая деталь и нам необходимо теперь подровнять эту детальку до того же размера какого у нас все остальные детали вот эти практически смотрим если вы шьете маленький блок у вас два с половиной дюйма этот размер если вы шьете большой блок 6 дюймовый он у вас должен быть три с половиной дюйма я в моем случае выравниваю до размера два с половиной практически лишнего у меня ничего нету но вот эти уголки все равно надо обрезать поэтому выравниваю четко четко по диагонали так чтобы уголки приходились точно на диагонали того квадратика и получаем вот такую вот деталь и теперь нам остается только шить наш блок воедино для этого мы попарно сшиваем правые и левые уголки то есть здесь у нас сходятся в замок так как мы следили за тем куда заутюживать припуски сшиваем так замок и здесь тоже у нас будет сходиться замочек то есть замок по диагоналям да то есть вот таким образом сводим замок по диагонали вот таким образом у нас должно произойти стыковка вот где-то здесь да вот этот через этот уголок так надеюсь будет лучше видно вот таким образом да через вот эту точку должна пройти у нас строчка проверяем как у нас состыковались детали меня вот вроде бы все хорошо состыковала здесь здесь посмотрите все уголочки сошлись отлично осталось соединить только теперь эти две наших полосы на нижней детали заутюживаем припуск вправо на верхней детали влево и тогда у нас в серединка стыкуется отлично в замок вот при этом обязательно следим чтобы вот в этой точке у нас сошлись уголочки и обязательно вот здесь тоже у нас сойдется в замок вот этого деталь к то есть три пункта на которые за которыми мы следим вот такой блок у меня получился проверяю опять таки как у меня сошлись уголки здесь мне нравится серединка вполне сносника и здесь тоже хорошо сошлось замок шов я разутюжила мне так нравится тогда вот здесь не такие толстые швы ну все блок готов и мне осталось шить домик встретимся с вами через несколько секунд и я вам уже покажу этот блок как он смотрится в готовом блоке домик и так блок томик готов я развернула корзинку таким образом что мне казалось так она у меня лучше смотрится но это не принципиально мы этот блок можем разворачивать хоть так хоть так как вам больше нравится так ну конечно не кверх ногами потому что наверное хотя можно наверное так просто надо придумать идею что же это у у вас получилось ну мне кажется вот так вот похоже немножечко на такую корзиночку над которой цветочки или бабочки в общем я не даю название своим блоком но мне кажется блок получился хорошая вы уже со своей фантазией сами додумайте что же это у вас будет все возможно будет также зависит от того какие вы возьмете ткани какого цвета и возможно тогда совсем картинка будет смотреться по-другому если взять другие ткани но мне мой блог нравится как он у меня домик получился мне кажется вполне себе красивый яркий детальки выделяются не сливаются ни с фоном не самим домиком это я считаю в петчворке самое главное условие чтобы рисунок блока читался вот на этом буду наверное заканчивать надеюсь у вас все получится вы будете получать удовольствие от процесса и еще больше удовольствия получите от результата пусть у вас все получается и теплой уютной всем осени пока